Все произошло неожиданно. В воскресенье муж Ольги приехал на новую квартиру и обнаружил, что по стене течет вода. Мужчина позвонил в управляющую компанию, чтобы составить акт о залитии, ведь у них последний этаж. Правило представления коммунальных услуг дает право потребителю коммунальных услуг, который, собственно, в этой ситуации выступает в данном качестве, требовать составления акта в течение 12 часов после залития. Отсутствие данного документа, акта, лишает возможности предъявлять соответствующие требования о возмещении ущерба. Либо это соседи виноваты, либо обоюдная вина вместе с управляющей компанией, либо сам дом управ. По словам супруги, сначала заявку принимать не хотели, однако инженер все же приехал. Правда, не один. Вместе с ним в квартиру поднялся директор управляющей компании Мервинский. Он вел себя агрессивно и разговаривал на повышенных тонах. Он его попросил замолчать в грубой форме. Муж мой сделал ему смечание, что на каком основании вы так грубо разговариваете, и не стоило бы так дерзить. Ну, наверное, сделает его достоинство, потому что муж был, наверное, в рабочей одежде. Разозлившись, мужчина схватился за молоток. Он нанес хозяину квартиры три удара в голову. Четвертый пришелся в плечо. Пострадавший успел отреагировать, правда, с запозданием. Не ограничилось это только ударом молотков. Он еще попалил мужа на лестничной площадке и держал его, да, там, выкрикивая слова, там, ты понял, с кем ты разговариваешь, и вообще с кем ты говоришь, как бы, ну, ты вообще понял, да? На что мой муж сказал, что, как бы, я понял, надо видеть границы, смотри, что ты наделал, вызывай скорую. Однако, по словам очевидцев, гости просто сели в лифт. Медиков вызвала жена. Мужчину доставили в ОКБ. Сейчас его состояние стабильно. Решается вопрос о необходимости операции. Супруга отмечает, что восстановительный период будет длинным. Со слов жильцов нашего дома, так как пока мы не живем, да, что он действительно агрессивный, и уже было на него заявление полицию о, там, разбиении или нападении. В настоящее время полиция ведет расследование. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».